МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Скажите, каким этот год был для вашего музея? Мы еще молодой музей. Мы работаем второй год. Открылись в мае прошлого 2018 года. И надеюсь, что через два года мы откроемся полноценно. У нас будет второй этаж. Это большая экспозиция, посвященная творчеству Эльдара Рязанова. И на третьем этаже у нас будет кинозал «Электорий». Так что мы будем довольно большим... Год по этажу. Да, довольно большим муниципальным музеем. Вот. И мы постоянно развиваемся, постараемся принимать участие во всех проектах, каких только можно. Вот в частности, в этом году для нас большим событием стало участие весной, в мае, в начале июня в Международном фестивале интермузея в Москве. Он проходил на площадке «Манежа». Это крупнейшее музейное событие года с участием международных представителей. И мы там поучаствовали пока в качестве гостя, но не в качестве конкурсанта. А вот когда у нас откроется экспозиция второго этажа, мы надеемся принять участие в конкурсной программе. Да, ну планы перспективы большие. А на сам Новый год, на 30-е, 31 декабря, будет что-то особенное новогоднее? Или нет? Это обычные лекции, экскурсии. Мы последнюю неделю уходящего года и первую неделю Нового года мы проводим по заявкам специальные новогодние экскурсии. Ну, нужно сказать, что тема Нового года для нашего музея практически родная. Вы понимаете, с чем это связано, да. Что в творчестве Рязанова есть три новогодних фильма. Это карнавальная... Уже три? А мне почему-то казалось, два таких основных. Это «Зигзак удачи». Вот «Карнавальная ночь», «Зигзак удачи» и главный новогодний фильм для нашей страны это «Ирония судьбы». И в ходе новогодних экскурсий они у нас интерактивны, с заданиями разными, с викторинами, с вовлечением аудитории. Мы рассказываем об истории праздника Новый год, о Рождестве до революции, о том, как праздник изменился в советское время, как его праздновали в годы Великой Отечественной войны, потому что один из залов нашей экспозиции посвящен именно этой тематике. И уже в последнем зале в гостях у Рязанова мы останавливаемся на истории создания вот этих трех новогодних фильмов. То есть это, можно сказать, что это обсуждение или в форме лекции? Нет, это экскурсия с интерактивными элементами. Экскурсии мы проводим по предварительной записи. Можно записаться на экскурсии по телефону 332-05-16. Есть желающие? Желающие есть. На 3 января у нас уже полностью запись закончена. У нас более 70 человек ожидается. Казалось бы, что можно нового узнать об этих фильмах, что можно нового рассказать, обсудить. И все-таки какие-то есть интересные детали, которыми можно вовлечь посетителей музея? Ну, конечно. Например, говоря об иронии судьбы, можно сказать, что одним из авторов сценария этого фильма был художник-постановщик Александр Борисов, потому что именно он предложил сделать Надю и Женю новоселами. Это связано с тем, что с 30-х годов XX века в Советском Союзе было принято заканчивать Новый год какими-то достижениями, да? И часто квартиры давались именно под Новый год, и именно поэтому Борисов предложил такой виток внести в сценарий, и это бы оправдало то, что Женя просыпается в незнакомой квартире и не узнает обстановку, потому что это еще не обжитая квартира. Вот. Ну, что еще можно сказать? Сценарий иронии судьбы написан в 68-м году. Практически за 10 лет до постановки. И основан он в основном на реалиях именно начала 60-х годов. Это вот типовое строительство и так далее. Да, действительно, все освоено на реалиях. Наверное, поэтому фильмы Рязанова так любимы, потому что все воспринимает сериаль. Вот вы сказали, что до конца года пытались как можно больше выполнить планы и так далее, и здесь перекликается с фильмом «Гараж» Рязанова, потому что тоже вот выделялся «Гараж» и тоже, по-моему, кажется, под Новый год или нет. Да, да, да. То есть такая линия существует. Вот когда вы говорили, я подумала, что есть свои такие вот красные линии в каждом фильме Ильдара Александровича. Вы тоже проводите лекции лично, да? Да, да. И вот они касаются как раз творчества именно фильмов? Именно творчества Ильдара Рязанова. Мы решили поработать именно в этом направлении, но это и направление научных исследований нашего музея, и подготовка к созданию экспозиции второго этажа, потому что, чтобы сформировать интересную, увлекательную экспозицию, нужно досконально изучить вот эти фильмы, правильно? И мы предлагаем каждый месяц, раз в месяц, нашим горожанам посетить музей и послушать лекции, посвященные историю одного из фильмов Ильдара Рязанова. Но мы стараемся смотреть на эти фильмы в разрезе истории страны прежде всего, потому что Рязанова многие называют социальным сказочником, и он в своих фильмах, вот как мы уже с вами остановились, выхватывает какую-то проблему, да? Это вот типовое строительство в иронии судьбы, дороговизна автомобилей, берегись автомобиля. И так можно продолжать и дальше. И про Гараж вы сказали. Это вот какие-то социальные проблемы, которые он постулирует в своих фильмах, и мы рассказываем как раз об истории создания фильмов и об истории проблемы, как это получилось, с чего это возникло, к чему это привело, и как это отражается даже на нашей современной жизни. Наверное, готовясь к лекции, вы тоже опять же пересматриваете эти фильмы. Вот сколько раз вы всего их посмотрели? Вот какой-нибудь любое взять приблизительно? Я не считала, но вот мой любимый фильм – это, конечно, «Берегись автомобиль». Да. Но я знаю, что вы обсуждаете творчество не только Эльдара Александровича, но и Хуциева, Марлена. В связи с чем? Он тоже связан как-то переплетенно с Рязановым или нет? Эта лекция была предложена нашим главным научным сотрудником-киноведом Олейком Горяйновым как по скриптум к его лекции о волшебной мелодии для Флинта. Это творчество тоже Рязанова, тематика этих фильмов перекликалась, и поэтому мы попытались вот это вот как-нибудь заклицевать. Да, и, по-моему, даже Леонид Филатов у вас, там как-то есть или нет, фигурирует. Это вы во вчерашней записи в социальных сетях, скорее всего, видели. Наверное, что-то, да, где-то было. У него вчера день рождения был. А, понятно. Ну, тем не менее, очень хорошо и полезно, что такой охват расширяется. Масштаб это не зациклено только на личности Рязанова, а вот так постепенно это намного факторнее, объемнее и так далее. Все-таки наша тематика – это кино. Кино. И кино в широком его смысле, не только отечественное и зарубежное тоже. Экскурсии по городу в морозное время будут или нет? В морозное время нет. Но в летний период мы проводим городские экскурсии Самары Ильдара Рязанова. И мы пытаемся посмотреть на Самару с точки зрения, на Самару Ильдара Рязанова с точки зрения истории его семьи и истории страны в общем. Потому что на истории его семьи, на то, что он появился на свет именно в нашем городе, как раз повлияли две самые большие, как сказать, катастрофы XX века. Это Первая мировая война. И мы как раз рассказываем о том, как жила Самара, когда семья Рязанова сюда переехала, почему его дедушка открыл здесь конфетную фабрику, как это связано с историей развития экономики Самары, как жила Самара в годы войны, когда Рязанов здесь находился в эвакуации. Вот и таким образом мы знакомим горожан с неизвестными фактами как раз из жизни и Самары в том числе. Да, с историей города. А с семьей у вас есть какая-то связь? Да, конечно. Дополнительные документы, материалы? Как она построена? С кем вы общаетесь? Мы общаемся с семьей Эльдара Александровича, с его братом Михаила Львовичем, с его дочерью Ольгой Льдаровной, с его вдовой Эмой Обайдулиной. Так что у нас связи налажены в этом отношении. Да, потому что, мне кажется, это очень важно, какие-то личные вещи, может быть, заметки, письма и так далее. Какой у вас самый уникальный экспонат, дорогой в отношении того зрительского внимания? Чем вы дорожите, гордитесь? Ну, несмотря на то, что музей у нас очень интерактивный и современный, но, как правило, люди с горящими глазами все-таки выходят из мемориальной комнаты. Это комната сердца музея, где Рязан, собственно, родился и где он жил, потому что там находится та мебель, которая сопровождала нашего главного героя в период его рождения, в период его проживания в этом доме, потому что, как правило, когда вы посещаете мемориальные музеи, вы не видите ту мебель, которая стояла там, когда жил человек, которому посвящен музей, потому что Рязанов все-таки наш современник, и его мебель была передана музею при создании родственниками Ильдара Рязанова, которые до сих пор живут в Самаре. Это родственники его матери. Вот, очень интересная деталь. Скажите, вы сказали, что выставки в основном интерактивные, а как вы представлены в виртуальном мире, в интернет-сетях? У нас есть сайт. Потому что многие музеи сейчас можно зайти виртуально, да, и пройти там по комнатам экспозиции, выставкам и так далее. Да, 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 у нас есть сайт, мы представлены во всех соцсетях, и на нашем YouTube-канале, ссылка есть на нашем сайте, есть интерактивная экскурсия по музею как раз. И с помощью этой интерактивной экскурсии вы можете составить первое представление о том, как музей выглядит, и как выглядят все его залы, там есть поясняющие титры, так что добро пожаловать. А это не отрывает реальных посетителей? Я думаю, нет. Это наоборот привлекает, конечно. Потому что так посмотрит, человек скажет, вот, все понятно, нет, да? Все-таки вот посмотрит, и что-то заинтересует. Конечно, да. Потому что с помощью видеоэкскурсии вы можете только посмотреть. А у нас есть много чего, что можно трогать, на что можно нажимать, что можно слушать. Ну, одна мебель чего стоит, да, прийти посмотреть на мебель того времени. Ну, прикоснуться нельзя, конечно. Прикоснуться нет, конечно. Но увидеть можно. Какой будет программа на вот эти долгие новогодние каникулы? Кого вы ждете? Что будет? Ну, мы принимаем экскурсионные группы из Москвы, потому что наш партнер, компания «Профцентр» разработала целый тур, посвященный творчеству Рязанова. Это тур в Самару. У них три дня экскурсионных, там экскурсионные программы, развлекательные программы. Ну, и вот первым днем в программе будет посещение нашего музея, в ходе которого мы участникам этого тура как раз приготовили как раз вот эту интерактивную экскурсию. Затем в январе месяце, 19 января, мы приглашаем горожан на лекцию, посвященную второму по известности, но первому по хронологии. Новогоднему фильму Рязанова – это «Карнавальная ночь». «Карнавальная ночь» как кино – символ новой эпохи. И в ходе этой лекции мы расскажем, в чем ее революционность, почему она так сразу понравилась советским зрителям и стала одним из самых лучших фильмов того года. Да, такой у вас креативный подход, прямо скажем, не зря вы стали победителями в номинации на федеральном уровне. Расскажите подробнее, кому приходят вот такие идеи, почему вас так отметили, оценили. Мы стали обладателем первого места на конкурсе «Russian Event Awards». Это конкурс, посвященный лучшему туристическому событию в стране. Мы стали победителем в номинации «Лучшие идеи» туристического события. То есть это еще не реализованное туристическое событие. Это кинофестиваль «Вкус комедии». Самара – это родина Эльдара Рязанова, одного из самых любимых отечественных комедиографов. И когда мы сейчас смотрим современные отечественные комедии, мы понимаем, что они не дотягивают до того уровня, который представляет нам Эльдар Александрович. Вот вкус комедии – это хороший вкус комедии, и мы хотели бы реализовать проект в кинофестивале, и в ходе кинофестиваля как раз посмотреть комедии молодых комедиографов российских. И надеемся, что мы этот проект реализуем. Я не говорю, что это будет в следующем году, это только идея. Но эта идея очень понравилась жюри этого события. Мы сначала одержали победу на этапе региональном, на этапе Приволжского федерального округа, затем и на Всероссийском гран-при, которое приходило в Самаре в отеле «Лотто» в ноябре. Да, ну замечательно. Желаю, чтобы эта идея воплотилась в реальность, как можно в лучшем качестве и варианте. И новых посетителей, новых идей, новых успехов, потому что действительно вы продвигаетесь сами и продвигаете наш город на таком хорошем, высоком уровне. Спасибо, с наступающим Новым годом! Спасибо, с Новым годом! И зрители, с Новым годом! И зрители, с Новым годом! А мы, кстати, увидимся с вами во второй части программы, где встретимся с представителем уже другого музея. Не уходите! Продолжаем программу и приветствуем в нашей студии старшего научного сотрудника Самарского литературного музея Арину Гусарову. Арина, здравствуйте! Добрый день! Как у вас складывается настроение, ситуация предновогодняя в музее? Чем вы сейчас занимаетесь? Чем наполнена атмосфера музея? Ну, все очень активно, на самом деле, потому что и в плане детских программ, и в плане взрослых программ. Что касается детей, то у нас сейчас идут елки. Наверное, это традиционно, в принципе, но наша елка необычная. На ней нет ни Деда Мороза, ни Снегурочки. Да, мы отошли от этого формата, но, может быть, это звучит странно, но он у нас... Елка особенная, потому что недавно у нас открылась новая выставка. Она называется «В гостях у Пэтсона и Финдуса». Я расскажу, что это за герои, потому что, наверное, не все в курсе. Это очень такая трогательная шведская история про одного старика, который жил в деревне, и он был очень одинок, к нему не приходили соседи, и в какой-то момент ему дарят котенка, и жизнь его радикально меняется, потому что он понимает, находит тот смысл, зачем ему жить. Он заменяет ему и ребенка, и друга, и соседа, они очень тепло общаются. Конечно, у них всякие разные приключения с ними случаются. Это написал свой Нурквист, он наш современник, шведский автор, лауреат множества премий, вообще он такой живой классик. И мы, когда делали эту экскурсию, очень надеялись, что в Самаре есть дети, которые любят эту книжку, и судя по тому, что у нас сейчас на елке осталось только несколько дней 3-4 января свободных, мы понимаем, что это интересно. Интересно, да, и у нее есть некоторые особенности, она очень камерная, то есть каждое представление, там не более 17 человек группа, это дает возможность и Пэтсуну, которая у нас, конечно же, есть, и Финдусу, коммуницировать с детьми, уделить внимание каждому, это очень важно. Это для тех, кто любит А-героев, и для тех, кто любит такие семейные небольшие мероприятия, очень теплые, и нам кажется, что это интересно. Да, традиции вы ломаете, надо сказать. Ну, это современная скандинавская литература, это шведские традиции, но которые мы, нам было интересно принести сюда, и мы поняли, что это имеет отклик, это очень здорово. Да, эксперимент удался. Вообще, если в целом рассмотреть, как новые интерактивные технологии входят в жизнь музея и в работу, в чем это выражается? Потому что мы уже привыкли, как к музею относиться, ну, может быть, старшее поколение, что это что-то такое. Очень выставочный зон. Очень спокойное. Да, да, да. Но на самом деле у нас есть пространство, называется «Горький центр». Это наш филиал, он находится на улице Куйбышева, и как раз 28 декабря, вот прям вот-вот, там открывается новый выставочный проект, называется «Поэзия любыми средствами». Его инициирует наш сотрудник, его зовут Никита, и он там говорится как раз про то, что каждый человек, что стихи или что поэзия, это не только рифмы, это то, что можно создавать при помощи новых средств, при помощи гиперссылок, при помощи маркера, и зачеркивая, и выделяя слова. То есть это такое интересное действие, в которое все участники, которые придут на эту арт-елку, как мы ее называем, они в нее включатся, они приходят со словами, которые как-то характеризуют вот эти прошедшие десятилетия. Это может быть что-то, связанное с его личной жизнью, или это может быть что-то, что характеризует жизнь страны, и затем все вместе делают такой задел на будущее. Визуализируют то, что хотят видеть, создают тексты при помощи интерактивного пространства тоже, используя современные средства. Поэтому, мне кажется, из-за самого такого нового, это, наверное, вот этот проект. Ну это очень интересно и креативно, и неожиданно. И с таким вот, и с интрига есть. Да, и еще, конечно же, часто, когда люди приходят на какие-то новогодние мероприятия, они ждут, что им что-то просто покажут, и они будут, ну, такими немыслим, пассивными зрителями. Да, здесь все-таки есть действие, и каждый человек сможет к этому приобщиться, и мы хотим этого креатива, мы намеренно это делаем. Да. Ирина, вы занимаетесь научной деятельностью, а в каком направлении? Какая у вас тематика? Что вы изучаете? Ну, вообще, я работаю в основном с детьми. Мы занимаемся на такое направление, как музейная педагогика. Она очень неоднозначная, потому что педагоги говорят, что, в принципе, такого направления, как направление педагогики, ну, очень, может быть, существует, но оно не настолько активно развивается. То есть это как эксперименты, да? Какая-то экспериментальная площадка, можно сказать, или нет? Можно сказать и так, потому что на музейных педагогов не учат, к сожалению. Учат или на педагогов, или на людей, которые просто... Музейных работников. Да, и поэтому то, что мы собираем по крупицам, исходя из нашего опыта, исходя из того, что мы читаем, и что мы общаемся с людьми, которые занимаются с детьми тоже. К нам приходят постоянные дети, вот много-много детей мы уже видели на наших елок, мы знаем их в Льотсоу, мы с ними общаемся. На самом деле это очень здорово и правильно, потому что мне кажется, что ходить в музей люди могут и должны, начиная с детского возраста. И нашим детям здесь интересно, мы для этого очень стараемся. Ну, приходят семьи, наверное, да? Приходят семьи, приходят мамы с детьми отдельно, дети, и им интересно, и хотелось бы, чтобы не было у людей отношения к музею как к чему-то очень консервативному, где они... У нас можно на детских пространствах трогать, нужно ходить, бегать. У нас не так, что ты пришел, сдул пыль и ни к чему не прикасаешься, потому что для детей все равно... Для детей нужен интерактив, они познают этот мир не только при помощи зрения, но и при помощи обоняния, осязания всех остальных чувств, которые мы задействуем. Вы это учитываете? Да, конечно. Ну, прекрасно, да, и правильно. Это очень здорово. Новогодние каникулы большие по протяженности, несколько дней. Как музей будет работать? Может, обратить внимание, что 31-го, наверное, не работает, и ты 1-го, да? 31-го мы не работаем, но после 2-го числа, все остальные дни мы работаем, мы можем проводить экскурсии, мы ждем людей на наших выставках. И к нам в прошлом году приходили люди, которые были очень активны на новогодние праздники, ходили на нашу постоянную экспозицию, которая посвящена жизни и творчеству Алексея Толстого. И в феврале, кстати, пользуясь моментом, у нас будет открытие одной новой выставки. Она новая, потому что мы задействуем так тоже интерактивные технологии, но она будет вписана в контекст выставки, которая у нас уже есть, про Алексея Толстого. Она называется «Толстой сменой оптики». Наши научные сотрудники Елена Вяльцева и Илья Приданцев, они выиграли грант. И вот этот проект, они очень долго над ним работали, они изучали наши фонды. И в феврале будет открытие, там будет новый взгляд на жизнь и творчество Толстого. Может быть, мы откроем его с какой-то другой стороны. И это на самом деле интересно и привлекает людей, потому что есть у нас те, кто ходит на нашу постоянную экспозицию, но все время все равно ходить на одно и то же ты не будешь. А здесь есть возможность прийти и узнать что-то новое, и тоже в этом поучаствовать. Конечно же, это даст свои плоды, я надеюсь. Конечно. А из ныне действующих выставок, экспозиций, что бы вы порекомендовали прийти? Потому что, опять же, время есть. Ну, если это семейная аудитория, я бы порекомендовала опять сына и Финдусу. Потому что мы делали... Для настроения новогоднего, да? Да, и потому что дети всегда хотят сказки. Когда они в этой сказке оказываются, у них такие... Особенно если они знают про героев, у них огромные глаза, они не верят, что вот здесь вот жил Финдус, а вот здесь вот они рыбачили, а здесь вот у них курицы, которые разговаривают и тоже как-то участвуют в контексте. Для них это очень важно, потому что это новогодние праздники, хочется чуда. Да, я понимаю, что вы работаете с детьми, а взрослым что делать? А взрослым идти в Горький центр, пробовать себя в качестве автора, пробовать себя в качестве даже где-то поэта, собирать поэзию, говорить об этом, не стесняться высказываться, находить, анализировать, анализировать то время, вот это десятилетие, анализировать в принципе, что у тебя происходит. И вообще, когда ты креативишь и что-то создаешь, у тебя другое настроение, конечно. Да. Если подводить итоги года, лично для вас, профессиональной деятельности, каким он был? Как вот вы сейчас оцениваете? Год в музее, что было самого яркого, интересного, самое такое яркое событие. Мне кажется, что, ну, если вы задаете лично мне вопрос, я скажу, что... Как старшему научному сотруднику. Как старшему научному сотруднику. Что работа... Мне кажется, что каждая работа должна приносить человеку удовлетворение. И в любом деле человек должен развиваться. Я могу сказать, что выставку... Помимо тех проектов, которые у нас были, у нас была выставка по Маяковскому в Горький центр, она была московская, туда тоже приходили люди. У нас была выставка по Леониду Андрееву также в ГЦ. И мы все принимали, так или иначе, принимали участие в созидании этих выставок. Но для меня, наверное, самым таким ярким событием было открытие детской выставки. Мы работали над ней больше полутора лет. И мы создавали это все с нуля практически, опираясь на книги. Столько, сколько я читала за этот год детской литературы, я, наверное, никогда не читала. Да, но, наверное, это как-то отражается на человеке, когда погружаешься именно в детскую литературу. Наверное, и сам становишься немного ребенком. Мы очень переживали за то, что одно дело, что нравится нам, другое дело, когда придет ребенок, он абсолютно другими глазами на это смотрит. И когда у нас было это, мы увидели, что мы попали, наверное, я надеюсь, в это здорово. Ну, у нас остается буквально одна минутка. Я думаю, что зрителям интересно и от музейного работника услышать пожелание, что бы вы пожелали горожанам, что вам хочется сказать? Мне хочется пожелать людям, чтобы они читали книги, правда, потому что очень часто ответы на вопросы, которые мы задаем себе каждый день, они лежат у нас на полках, и мы можем открыть, прикоснуться к этому и понять, что вот то, что я искал. И чтобы они обязательно верили в чудо. Потому что если не верить в чудо, то, быть может, оно не произойдет. А если верить, то наверняка обязательно случится. Ну, замечательное пожелание. На самом деле в нем есть и глубина, и такая, действительно, свет-чудо. Спасибо вам большое. Этого же желаю вам. Спасибо. Не только детские книги, но и взрослые. Ну, и взрослые, и чтобы в вашей жизни тоже было чудо. Спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом. Всех еще увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok